И всем доброго времени суток! Конвой, инди-рогалик, разработчики которого, вдохновившись безумным Максом и ФТЛ, решили создать на их фоне что-то свое, в надежде на одобрение определенной прослойки геймеров. Любящих рогалики и нормально играющих в пиксельные проекты, ну а получилось ли у них, сейчас посмотрим. Как и в ФТЛ, история тут далеко не самая сильная часть проекта. Космический корабль терпит крушение над планетой, где враждуют три группировки местных отморозков. Их конфликт нас не очень интересует, но для того, чтобы убраться с данного камня, необходимо починить корабль. А для этого нужно найти несколько комплектующих, часть из которых находится в руках этих кланов. Командование судна снаряжает конвой, состоящий из главной машины и двух сопровождающих тачек, дав задание командиру группы, то есть нам, все найти и привезти. Ну а мы, конечно, постараемся, хотя с учетом того, что это рогалик, с первого раза навряд ли получится. Сразу скажу, что у данной игры есть фанатский русификатор от Zone of Games. Но в отличии от русификатора, игра постоянно обновлялась, что привело к тому, что русик ломает прокачку главного транспорта, делая ее невозможной, что плохо. Ну а перед приключением мы сможем пройти обучение, узнав основные возможности и обучившись базовому управлению. Что все равно ничтожно мало, и остальное изучается во время новой игры. Которая со старта предложит выбрать сложность, где по классике ФТЛ я советую начать с легкой, а после каждого прохождения поднимать планку. Тем более, что конвой по продолжительности небольшой, часа на два на все прохождение. Ну три, если играем в первый раз. Да и честно сказать, много проще, ведь игра не так уж избалансирована, и имеется в ней имбовый набор вооружения, позволяющий быстро разваливать даже боссов. Далее выбираем главную машину и две сопровождающие. Поначалу выбора, конечно, нет, но новинки открываются тут довольно быстро. Не нужно даже проходить всю игру. Так, убил энное количество врагов, вот тебе что-то. Выполнил задание, получи еще набор игрушек. Определились, вперед искать приключения и запчасти для нашего судна. Игровой мир представлен глобальной карты, разбитой на шестиугольники, раскрашенные в разные цвета, в зависимости от фракции в ней доминирующей. И чем ярче цвет, тем серьезнее сопротивление нас ожидает, поэтому прежде чем лезть в пекло, извольте прокачаться. При запуске новой игры территорий банд, объекты, задания, точки интереса и лагеря генерируются случайно. Естественно, чтобы было интереснее начинать новую игру. Передвижение конвоя осуществляется кликом мыши в нужной точке карты. После чего конвой отправляется в путь, тратя на это топливо. Один из двух видов ресурсов, что добывается в битвах, исследованиях и покупается. Второй ресурс металлолом. Это валюта, за которую можно купить оружие, новые тачки, всего в конвое может быть до четырех машин сопровождения, а также прокачать базу и машины сопровождения. Конечно же, по мере странствий нас ждут случайные встречи, в основном связанные со встречами с упомянутыми бандами, где те же корсары любят трясти с проезжающих деньги. А рейдеры сразу бросаются в бой, которым в основном и заканчивается общение со всеми отморозками. Бой происходит на отдельной локации, на которой наша база несется вперед, держась середина экрана. А сопровождение мчится рядом, но может при желании менять расстояние. Затем наступают враги, ну и начинается бой, где мы передвигаем машинки для обстрела оппонентов и юзая способности базы, превращаем противников в металлолом. Процесс усложняется тем, что по пути могут попадаться препятствия, которые нужно объезжать сопровождению, ведь авария это смерть, благо на центральной дороге всегда пусто. Ну и из-за ограниченного радиуса стрельбы и из-за того, что большинство пушек не может стрелять через своих же, необходимо постоянно передвигать мелкие машинки. Но повторюсь, в игре есть имба и скорее всего после первого прохождения вы поймете, какие пушки нужно брать, чтобы нагибать любых врагов, находясь в относительной безопасности. Также стоит сказать, что у машинок есть показатели щита и брони, и чем крепче щит, тем меньше прилетит по броне, уведя которую в ноль, мы потеряем транспорт. Конечно, есть оружие, что лучше лупит в тот же щит, разбивая его за секунды. Ну а есть то, что проходит сквозь него, нанося урон сразу в бронь. Также по всему миру раскидано множество объектов, среди которых наш корабль. Именно сюда мы должны привозить все запчасти, ну и рядом с ним можно починиться и заправиться. Есть тут и лагеря, где можно купить оружие, гаджеты для мелких тачек и для главного транспорта. Каждая машина обладает своими характеристиками и количеством слотов под оборудования. Для базы, естественно, имеются свои пушки, работающие по откату, прокачка техники также присутствует, ну и ремонт с заправкой тут же. При запуске новой игры ассортимент лагерей меняется, как и их расположение на карте. Далее места интереса, этакие мини-квесты, в результате которых мы можем что-то получить или влипнуть, причем повезет или нет не зависит от самого квеста, от случайности. Типа нашли тайник и пытаемся вскрыть, и тут может все пройти удачно и мы разживемся. Может попасться пустышка, может ловушка, что повредит транспорт, ну или засада и вновь бой. Также некоторые места предложат квесты, скатайся туда-то и привези то-то или убей тех, но награды за такие миссии зачастую более значимые. Ну и последнее это сюжетные точки. Именно их нам и нужно посетить, чтобы собрать все необходимое и убраться с планеты. Но конечно просто так нам запчасти не отдадут и придется драться или гонять по карте, выполняя свои миссии. Собрали все, вернулись, молодцы. Не скажу, что конвой шедевр. Нет, проблемы тут есть, в основном с балансом, из-за чего она в 2-3 раза проще легендарного FTL. Но играть в нее все же интересно, особенно если вы любите подобные проекты. И конвой в принципе может затянуть вас на десяток часов, но к сожалению не больше. Ну а на сегодня все, всем удачи и подписывайтесь на канал.